1 июля телерадиокомпания ЮРГУ-ТВ провела 11-й телемарафон для вас, абитуриенты. И сегодня у нас в гостях директор телекомпании Сергей Иванович Гордиенко. Сергей Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы были у истоков телемарафона. Давайте вспомним, как вообще пришла идея организовать телемарафон. Это была попытка вспомнить телевизионное прошлое. Людмила Петровна Шестеркина, в то время еще не декан факультета журналистики, а заведующая кафедрой, а и я, мы скучали по телевидению, с которого ушли, и хотели сделать здесь мини-формат, который бы позволил нам на 8 часов вернуть для себя те ощущения, которые бывают у телевизионщика, когда он работает в прямом эфире. Нам не хватало таких ощущений. Но когда мы провели этот первый телемарафон и спросили ребят, тех, кто учился в то время на кафедре, они сказали, здорово, мы никогда такого не видели, мы хотим, чтобы это было и дальше, чтобы это продолжалось. И с тех пор это стала традицией. И вот уже 11 лет мы проводим 1 июля телемарафон как квинтэссенцию работы телекомпании и факультета журналистики. Сергей Иванович, а с какими сложностями в работе телемарафона сталкивается телекомпания? Во-первых, это очень длительно. Поэтому не все люди, даже подготовленные журналисты, выдерживают это. Тем более студенты. Всегда возможен какой-то сбой, какая-то запинка. Забылся текст, от волнения сбился темп, прическа не так, еще что-то. Все может быть. И техника не может выдерживать такие длительные периоды работы тоже без каких-то сбоев. Поэтому было всякое. Отключался звук, отключались камеры. Ведущие, после того, как им объявляли, что они должны быть в эфире, они говорят, нет, нет, я не могу, я не готов. Запускайте ролик. Я доучиваю текст. Все было, все было. И это здорово, потому что настоящий прямой эфир дает такие ощущения, которые невозможны во время любого формата. Сергей Иванович, как Вы считаете, в чем ценны стильные марафоны для абитуриентов? Абитуриент приходит в стены Южного райского госуниверситета, в приемную комиссию. И он идет на факультет журналистики. Не просто заполняет какие-то бумажки, пишет какие-то цифры или буквы. Он видит, что вот реально здесь работают люди, студенты, которые учатся здесь. И вот они тут же работают. Это происходит одновременно. И он сразу понимает, что он пришел в университет и поступает на факультет, выбрал такую специальность, которая востребована реально практической жизнью. Вот студенты работают еще будучи в стенах университета, они уже получают практические навыки в телекомпании и работают как профессионалы. После того, как они заканчивают университет, они востребованы в любой телекомпании, потому что у них есть максимальная степень подготовки. Практика плюс теория. Сергей Иванович, телемарафон такой, хоть и забытый, но очень уникальный формат. Не боитесь, что его перехватят другие телекомпании или вузы? Я буду только рад, если вспомнят телевизионщики региона о том, что есть такой формат. Потому что я жалею действительно о том, что он никак не применяется никоим образом. А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был директор телерадиокомпании ЮРГУ-ТВ Сергей Гордиенко. Сергей Иванович, спасибо за интересную беседу.